И снова я блуждаю по вечернему Пухету и занесло меня на один из старейших рынков Пухета. Работает он с 4 и до 11 вечера по субботам и воскресеньям. И здесь можно встретить все, чего угодно. Хочешь какую-нибудь рыбную тварь, хочешь какой-нибудь невиданный образ. Все, что угодно можно встретить на этом рынке. И начнем даже с первого, что не везде встречается. Например, при входе в рынок мы видим, предлагается поношенная обувь. То есть, скажем так, фетиш-аттракцион. По последней информации, сейчас именно в это время ведутся переговоры, что вот этот старейший тайский рынок поделится своей территорией. И здесь тоже появится островок Черкизона. В Таиланде прибывает до 400 туристов в день. А русский человек не может без Черкизона. Русскому человеку вот этот гламур, культур не нужен. Хочется немного Черкизона. А Черкизон, а Черкизон, лучшие цены, чем в любом районе. А Черкизон, а Черкизон, лучшие цены, чем в любом районе. Так, почем ли фоны? Ходя по тайским улицам, я думал, почему так много девушек с роскошным просто бюстом. Оказывается, есть в этом секрет. И то есть ваш первый превращается неожиданно в четвертый. Вот так. Так что кругом обман. Я уже просто весь набор собрал. Для полной коллекции. Это как я здесь хочу, собираю по Таиланду очки, как вкладыши Турбо в детстве. Чтобы были все цвета. А, вот. Вот вам сто пятьдесят. И ту. Попробуем применить буддизм. Пожалуйста. Ну, продайте мне, пожалуйста. Пожалуйста. Сработало. Раша. Поймаю, женская это или может какая-то. Надо же, двести рублей стоит такая шляпа. Шляпа садоморячок называется. С якорьками. Сергей Зверев. Нервно сейчас. Очень нервно, хочу сказать. Закурил где-то в коридоре. Узнав такую новость, что я купил такую шляпу. За двести рублей. О, ес. Как вы думаете, что это такое? Это такая у них соковыжималка. Представляете, тростник. Прямо на наших глазах перерабатывается вот такую штуку. Сок стекает и продается по бутылочкам. Говорят, очень полезная штука. Прочищает кишечник. Улучшает пищеварительный процесс. И очень влияет на развитие разных органов. Очень сладкая такая штука. Пьется очень приятно. О, глянь. Какие-то тайские помазюки. То есть вот так вот. Что происходит вообще непонятно. От восьми до двадцати бат, наверное, штучка стоит. Ну, наверное, какой-то национальный продукт. Пойдемте, я покажу, где хороший есть шашлычок. Ну, если мы знаем кавказский диалект, когда они там говорят, лау, какой шашлык, то, наверное, тайцы как-то так... Короче, не важно. Шашлыки готовятся, очевидно, видно. Вот так под тайскую наверняка водочку соберутся мужики с пивом и лютуют. Тайцы на самом деле плохо относятся к алкоголю. Они верят в солнце, в свет, в позитив, мир, дружба, жвачка. Все очень тихие и спокойные. На тайцев нельзя кричать. Если ты начнешь кричать на тайца, тайца испугается, обидится и будет на тебя держать зло. А потом где-нибудь выйдет так вот из-за угла, с вилочкой вот так и... Так что не кричите на тайцев. Гусь какой аппетитный, а. Я прям такого гуська бы заел. Так же тайцы едят свиней, поросят, пикет. Можно приобрести себе на стол, например, целое лицо. Говорят, даже некоторые вместо праздничного торта ставят на стол вот такой прям поднос с куриным лицом. Свечками его утыкают. Ну и, например, мальчик выходит и дует. Я держу в руках краба чикотана. Краб чикотан очень насыщен белком. Безобидный практически. Недалеко от берега обитает. Очень хорош к пиву. Вот такой краб. По-любому побольше нашего российского рака. Краб чикотан. Возьму одну порцию. Видали, он мне подарил настоящего, целого краба чикотана. Я тебе сейчас жую яйца вот этой рыбой. Говорит, возьми крабу в набор. Ой, я даже не знаю. Я пока только разжевал ее яйца. Глотать или не глотать? Вот в чем вопрос. Глотнул. Вот она, главная легенда тайской кухни. Гусеницы, кузнечики, блохи, тараканы. Да, я сколько раз об этом слышал, но никогда не видел. И вот я теперь вижу. Ну что, замочим по кузнечику. Продавщица посоветовала соус. В этой баночке видно, что уже кто-то ел кузнечика, и валяются ноги не съеденные. Так. Ну что, кузнец. Так, прям ау. Угу. Кстати, муха тоже пролетела нормально. Пока самый подозрительный кузнечик. Аааа! Личинка! По личинке видно сразу, к пиву подошла бы. Очень неплохая личинка, я хочу сказать. А нет. Какой-то пошел по вкусу на любителя. А вы не хотите горячего таракана? А я хочу. Вот это явно не тараканы. Выглядит гораздо попривлекательней. Я думаю, что это, наверное, какие-то десерты и сладости. Я после кузнечиков люблю всю еду мира. Слушай, ананасы классные. На улицах Пухета можно часто встретить множество домиков духов. И чтобы задобрить вот этих позитивных духов, они любят сладкие цветные напитки. И большинство людей предпочитает поставить духом фанту. Духи любят фанту. Вот она, тайская хохлома. Ручная работа. Ткачихи где-то на рисовых полях после работы садятся и ткут сумки. Я сейчас зашел в мультибрендовый бутик. Последние марки парфюма только здесь. И обратите внимание, крышует ли эту всю телегу сам Версачи? Местные люди так и говорят, встречаемся в бутике Версачи. Здесь собираются самые известные модницы Пухета. Знают, что здесь не дорого, а прилично. Что хочешь? Шанель, Гуччи, Ферруччи, Макинни, Лукини. А вот против шерсти не так. Существует даже национальный тайландский ансамбль, играющий на вот таких лягушках. Ну что ж, неплохо прогулялся по рынку. Полные пакеты кузнечиков, тараканов, крабов, всяких сувениров. Потратил примерно полторы тысячи рублей. Радости полной штаны. За моей спиной был самый старый рынок Пухета. С вами был Михаил Гребенщиков.